Задумался о переезде с семьей на юг в поисках двухкомнатной, но бюджет только на однокомнатную квартиру в Анапе? Досмотри обязательно это видео до конца и мы решим с тобой проблему. Сегодня у нас на обзоре полноценная двухкомнатная квартира Распашонка в хорошем спальном районе Анапы. Локация 3-й микрорайон, район 7-й школы. Ну, само название говорит за себя, школа-сад сразу за моей спиной, в трех минутах ходьбы от подъезда. Как, впрочем, и вся необходимая для комфортного проживания социальная инфраструктура. Остановка общественного транспорта, продуктовые сетевые магазины, фермерская ярмарка продуктов, это все находится буквально рядом с домом. И до торгового центра Красная площадь, ну, буквально рукой подать. Вы на канале о недвижимости всего Анапского района, гостям канала настоятельно рекомендую подписаться. Здесь только интересные и актуальные предложения для вас. Лесна, пора любви и покупки недвижимости. А вы подписались на наш канал? Тогда обязательно не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий. Чуть не забыла сказать, на ремонт квартиры мы сейчас не обращаем внимания. Мы смотрим на местоположение квартиры, о чем мы, кстати, вам уже говорили, и на саму планировку. Двухкомнатная квартира, распашонка, общая площадь 57 квадратов. Более точные характеристики квартиры мы с Андреем укажем под видео в описании. Сразу попадаем с вами в коридор. Коридор порядка 9 квадратов, на мой взгляд, довольно-таки просторный, широкий. Елена Николаевна, ну, просторный, конечно, это хорошо. Я вижу одни двери, а зоны хранения где? Как где? Две гардеробных. Хочешь гардеробную? Хочешь, как кладовку используй. А вы знаете вообще, откуда пошло слово гардеробное? Как пишет Википедия, происходит от французских слов. Гардероб. Извините за мое произношение. Французским в совершенстве не владею, что означает хранение вещи. Но, на мой взгляд, все-таки именно в Советском Союзе это придумали. Ох, какие широкие двухстворчатые двери. Я своей фигурой точно не зацеплю. Комната 17 квадратов, правильной формы. Кстати, забыли вам сказать, что дом подключен ко всем центральным коммуникациям, включая газ. Давайте сразу пройдем и посмотрим вторую комнату. Она немножко поменьше, 12 квадратов. Окно смотрит на лоджию. Я бы увеличила за счет окна жилую площадь комнаты. Вам привет из 90-х. Антресоли, все помнят? Зона хранения, конечно, лишней не бывает. Но, лично я сталкивался с подобным. Люди убирают антресоль. За счет этого, конечно, и пространства становится больше. И не так давят потолки. Еще один из плюсов, это раздельный санузел. Семейные люди меня поймут. Отдельно у нас туалет и ванная комната. В каждой женщине живет дизайнер. Поэтому я уверена, что при правильном подходе кухня, а она, на мой взгляд, достаточно немаленькая, 9 квадратов в правильной форме, вы сможете обыграть. Если кто не знает, я подскажу. Попадаем с вами на лоджию. Лоджию порядка трех с половиной квадратов. Пластиковые окна вы, наверное, уже заметили. Здесь остатки ламината по комнатам. Ламинат делали. Остался, можно в коридоре его использовать. И вот то, за что Елена Николаевна акцент сделала, объединить пространство. А я бы не объединял. Я бы все-таки здесь, как кабинет использовал, там компьютер, да даже кресло-качалку поставить. Пожалуйста, здесь у нас деревья, зеленое, все красиво. Розетка есть. Обыграть пространство можно. Здесь даже небольшой диван раскладной поместится. Уже на ваше усмотрение. Мы с вами посмотрели двухкомнатную квартиру, более подробно ее разглядели, каждый уголок. На мой взгляд, конечно, ремонт требуется. Мы это не скрывали. Бесспорно, да. Каждый уголок старались вам, конечно, показать. Но, опять же, планировка, распашонка. Здесь нет ни одной комнаты. И вообще нет ни одной зоны, которая была бы проходной. Акцент надо делать именно на квадратуре. А в нашем случае это 57 квадратов. Андрей, в нашем случае это еще и цена. На локации, на цене, на самой планировке распашонка, правильно Лена говорит. Сегодня мы сделаем для вас исключение из правил. Вы часто просите, озвучивайте цену видео. Вам, наверное, трудно прочитать описание. Там у нас всегда указано. Сегодня мы цену озвучиваем на видео. Елена Николаевна, прямо таким, чтобы четко было послушно людям. Я постараюсь, Андрей Валерьевич. Цена этой квартиры, этой классной квартиры, всего лишь 6 миллионов. Запомнили эти цифры. На этом мы с вами не прощаемся. Ждите новых обзоров. Не забывайте подписаться на канал. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Нам очень важно слышать ваше мнение. И хейтеров тоже. Да. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok